Добрый день, друзья, коллеги. Мы находимся в Музее Международного Музематического Клуба и сегодня объявляем итоги конкурса статей о монетах из коллекции Музея Международного Музематического Клуба, где мы, собственно, находимся. Мы это представители организаторов этого конкурса. Я, Калашнов Юрий, представляю некоммерческое партнерство Wikimedia.ru и проект Музематика и Банистика русской википедии. И мой коллега Богдан Берковский, он эксперт Музематического Клуба. Значит, у нас конкурс завершен, несколько цифр, все показатели, все данные можно найти на странице конкурса, она будет внизу в комментариях. А, значит, я назову только две цифры. У нас в конкурсе приняло участие более 40 человек и было написано более 160 статей. Ну, это довольно хороший показатель для такого специализированного конкурса, который проводится на страницах русской википедии. Значит, и у нас шесть номинаций. Три объявлю я, три объявляют Богдан. Значит, три номинации – это номинации «Лучший автор». Первое, второе, третье место определялось членами органитета, представителями Wikimedia.ru и проекта «Нумизматика и Банистика». Значит, победители определялись по сумме набранных баллов. Первое место, значит, «Ура! Фанфары!» автор «Ибидом». Второе место – Алексей Гованков. Третье место – Алина Гозн. Значит, следующие три номинации – это «Лучшие статьи конкурса», «Лучшая статья конкурса вообще», «Лучшая статья по русской номизматике», «Русская статья по иностранной номизматике». Призеров победители объявят Богдан. Пожалуйста. В номинации «Лучшая статья» побеждает участник «Ибидом» со статьей «Монеты Октавиана Августа». В номинации «Лучшая статья по русской номизматике» побеждает Алексей Гоманков со статьей, «Виктория на монетах Древнего Рима». В номинации «Лучшая статья по зарубежной номизматике» побеждает «Ибидом» со статьями «Монеты Виспассиана», «Монеты Нерона» и Алексей Гоманков со статьей «Виктория на монетах Древнего Рима». Призы, как вы понимаете, полагаются денежные призы, которые предоставил Международный Мизматический Клуб и призы от проекта. Я в ближайшее время свяжусь со всеми победителями, запрошу реквизиты для перечисления денежных вознаграждений. Ну и на страницах участника от лица от имени проекта мы разместим награды проекта «Номизматика и банистика». Значит, «Ибидом» – «Серебряный крест» очередной, «Алина Возна» – «Орден Лепта» и «Алексей Гоманков» – «Орден Денежка». Я еще хотел бы отметить один очень важный результат нашего конкурса, который состоит в том, что впервые в истории русской Википедии была произведена загрузка очень большого количества монет. За что я должен сказать отдельное спасибо Международному Мизматическому Клубу. Они предоставили в распоряжении всего движения Википедии 350 изображений, 350 монет. То есть всего более 700 изображений, аверсы и реверсы, соответственно. И это самая крупная загрузка за всю историю русской Википедии каких-либо монет. За что вам еще раз большое спасибо. И давайте, коль скоро мы здесь находимся, несколько слов расскажите о музее в Международном Мизматическом Клубе и о каких-то, может быть, знаковых событиях, которые произойдут в ближайшее время здесь, в этих стенах. Музей Международного Мизматического Клуба – это частный музей. Он основан Вагитом Юсуфовичем Олег Первым. И в его стенах экспонируется его коллекция, которая состоит в основном из золотых монет. Золотых монет России, Российской империи. Золотых монет античного мира. Это монеты Древнего Рима, Древней Греции. Серебряных монет Западной Европы. Монет современной России. И можно считать, что это одна из крупнейших и, наверное, одна из значительнейших нумизматических коллекций, которые явлены публике. Дело в том, что музей общедоступный, его может посетить каждый желающий. Но нумизматический клуб – это, собственно, объединение ряда известных нумизматных коллекционеров. И его задача в том числе – популяризация и поддержка нумизматических исследований и распространение знаний нумизматики о монетах вообще. И, в частности, о вот этих темах золотой чеканки, золотой чеканки античного времени. Поэтому, собственно, и было принято решение загрузить в общий доступ часть коллекции. Естественно, в музее представлено гораздо большее число монет. Их можно увидеть, детально рассмотреть. Но, возможно, в будущем мы продолжим сотрудничество. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество людей видели эти прекрасные планетники. Несколько всего монет? Примерное количество в коллекции? В фондах музея несколько тысяч монет. А сколько экспонируется? Экспонируется порядка двух тысяч. Насколько я знаю, периодически проводятся специализированные выставки. Вот была выставка золота Романовых, была выставка, насколько я понимаю, «Аверсария истории». Готовятся ли еще какие-то ближайшие времена выставки? Ну, более того, они не были. Золотые монеты в истории династии Романовых функционировали, ее можно посетить. Кроме того, можно посмотреть античные монеты и посетить экскурсии по этой части коллекции. Также в музее выставлены фальшивые монеты. Это выставка «Не все то золото». И доступна обзорная экскурсия по музею вообще. Вообще надо отметить, что мы находимся в палатах Зиновьевых и Суповых. Это старейшее здание светского назначения района Арбат. Это конец XVII века. Но, если говорить о наших дальнейших планах, то в 2019 году мы планируем открытие выставки, посвященной наследию великого князя Георгия Михайловича, как известного августейшего нумизмата, наверное, самого знаменитого и успешного нумизмата рубежа XIX-XX веков, известного прежде всего тем, что ему удалось организовать группу ученых, так называемую нумизматическую корпорацию с целью издания корпуса русских монет, который остается своеобразной библией нумизмата-коллекционера. На его основе построены все известные каталоги русских монет. И в память об этом замечательном человеке будет организована выставка, пройдет научная конференция, будет ряд изданий, посвященных этой тематике, и мы приглашаем всех осенью 2019 года посетить Международный мумизматический клуб, музей, и посмотреть, что у нас получится. Последний вопрос, как попасть в музей? Вот прям по шагам. Что нужно сделать, чтобы попасть в музей? Это же не так просто. Ну, отнюдь. Это достаточно просто. Необходимо зайти на сайт музея, оставить заявку, выбрать удобное для вас время посещения, получить подтверждение, оплатить билеты и прийти в назначенное время в музей. Отлично. Спасибо. Спасибо участникам. Спасибо. Спасибо.